Чиновники должны быть честными. Это вроде бы логично. Назначая министром экономики Юрия Чеботаря, Александр Лукашенко сделал на это особый упор. Он потребовал не врать и ничего не приукрашивать, заявил, что в основе его работы должна лежать исключительно правда, и отметил, что рано или поздно какие-то приукрашивания он все равно заметит. Нам стало интересно, почему через столько лет нахождения у власти Лукашенко стал персонально убеждать своих высокопоставленных чиновников быть честными перед ним. Мы вспомнили те случаи за последние годы, когда должностные лица решались сообщить политику правдивую информацию о сложившейся обстановке. Как оказалась именно реакция самого Лукашенко на эти столкновения с реальностью, многое объясняет. Нередко все заканчивается выволочками и даже отставками для докладчиков. Приготовьтесь к порции когнитивного диссонанса, и если для вас это безопасно, подпишитесь на зеркало и поставьте этому видео лайк. Итак, если помните, в апреле 2017 Лукашенко поручил правительству в течение года-двух решить социально-экономические проблемы Оршанского района. Через без малого полтора года он поехал в проблемный регион, в том числе на Оршанский инструментальный завод. Лачевное состояние предприятия, которое ему продемонстрировали, вызвало вспышку гнева у Лукашенко, и на следующий день он созвал в Орше выездное совещание правительства. Мероприятие было обставлено как образцово-показательный разнос правительства и его руководителя, премьер-министра Андрея Кобякова. Критику Лукашенко дополнили обличающие выступления председателя комитета госконтроля Леонида Анфимова и главы администрации Лукашенко Натальи Кочановой. Любопытно, что обе эти должности ранее занимал и сам Кобяков. Сам премьер не стал юлить и пытаться приукрасить действительность, а честно сказал, что проблемы Орши и ее района не решены. При этом он справедливо заметил, что обозначенный Лукашенко срок для наведения порядка в регионе еще не истек. За этот год с небольшим, с апреля 2017 года, когда глава государства поставил задачу в течение года двух в основном снять те проблемы, которые существуют в Оршанском регионе, решить весь комплекс проблем в полном объеме не удалось. Правительство дает себе отчет, что сделано недостаточно, много времени ушло на выработку решений, в каком направлении развивать отдельные сектора экономики района и конкретные предприятия. Немедленным ответом на эту искренность стала очень эмоциональная отповедь на повышенных тонах премьер-министру со стороны Лукашенко. Вот я захожу и думаю, президент требует, а правительство умные сидят. Да пофиг, что он там требует. И в этом виноваты вы. Я вам публично при всех говорю. Вы не создали в правительстве напряжение бывший глава моей администрации, чтобы решения президента безукоризненно были выполнены. Я вас предупреждал, работать там надо, как в военное время. Через два дня отправили во вставку министра строительства и архитектуры Анатолия Черного и министра промышленности Виталия Вовка. А еще через два дня Лукашенко снял с должности и самого Кобякова. В октябре 2022 года Лукашенко на совещании с правительством устроил выволочку первому вице-премьеру Николаю Снабкову. Причиной перехода на повышенные тона стал неправильный ответ на вопрос Лукашенко о том, что должно лежать в основе концепции контроля и регулирования цен Беларуси. Чиновник вполне резонно ответил, что это себестоимость, но вот Лукашенко не согласился. Снабков попытался обосновать, что ответил на вопрос Лукашенко с точки зрения экономики, но тот снова его одернул. Только в экономике такого понятия нет справедливости, я вчера тебе говорил. Такой категории нет. Но в жизни людей, в головах людей, справедливость всегда должна присутствовать. Эта непродолжительная беседа проливает свет не только на нежелание чиновников честно отвечать на вопросы Лукашенко, но и на подходы к управлению экономикой страны с помощью неэкономических сущностей, вроде справедливости. На совещании 19 декабря прошлого года премьер-министр Николай Головченко и вице-премьер Леонид Заяц имели неосторожность сообщить Лукашенко о реальном положении вещей в мелиорации. Доклады чиновников сильно разозлили политика. Общаясь с Зайцем, Лукашенко заявил, что его удивляет, мол, все поломано, но за год увеличили показатели в три раза и предупредил, что выдать желаемое за действительное не получится. Головченко робко пытался спорить с Лукашенко, но тот раскритиковал документ за подписью премьер-министра, в котором было указано, что в Беларуси отработали установленные сроки и находятся в сильно изношенном состоянии 99 из 101 траншея-копателя. Скажи честно, ты подписал то, что тебе подсунули, или ты сам пострадал? Ну вот честно. У каждой, конечно, не проверяли. Ну садись, спасибо. Ну я точно. Так не подписывай то, что не проверял. Как премьер-министр страны должен был лично оценить состояние 101 машины, имеющейся в стране, Лукашенко не уточнил. Через пару дней Лукашенко снова ругал первого вице-премьера Николая Снабкова в компании с вице-премьером Леонидом Зайцем и председателем Белстата Инной Медведевой. На этот раз поводом для гнева политика стали честные слова чиновников о росте цен на огурцы в декабре по сравнению с ноябрем. Чтобы сгладить ситуацию, Снабков пообещал, что цены по сравнению с прошлым годом будут ниже. Лукашенко возразил, мол, чиновники заявляли про рост цен. Вице-премьер попытался возразить, что это сезонный рост, но в конце декабря огурцы подешевеют. «Ну произведите вы этих огурцов в достаточном количестве», – растраженно сказал Лукашенко. Зайц попытался взять огонь на себя, заявил, что в этом году потребности страны в огурцах закроют полностью, и как минимум до марта их хватит. Но Лукашенко снова разгневался, мол, цены-то растут. Здесь двух вице-премьеров решила поддержать глава Белстата, которая повторила тезис Снабкова, что, по сравнению с прошлогодними, цены на овощи не увеличились. Эта странная дискуссия продолжалась еще какое-то время, но Снабков, видимо, понял, что проще согласиться со всеми претензиями. «Товарищ президент, безусловно, есть с чем работать, и мы знаем проблему». Это выражение покорности смягчило тон Лукашенко. «Надо огурцы, помидоры производить, все нужно производить и продавать, поэтому шевелиться надо». Ну и вот в качестве бонуса, пожалуй, самой странной реакция Лукашенко при его столкновении с объективной реальностью была она внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 октября 2022 года. Полных стенограммы или видеосъемки с этого мероприятия в свободном доступе нет, но отрывочное видео оттуда опубликовала пресс-служба белорусского политика. В одном из роликов видно, как Лукашенко отвечает премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Пашинян перед этим выразил недовольство бездействием союзников по ОДКБ и самой организации в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Он просил у организации хотя бы обозначить свою официальную позицию по отношению к конфликту, в который оказались втянута Армения и не входящий в ОДКБ Азербайджан, и составить дорожную карту по восстановлению территориальной целостности его страны. В ответ на это Лукашенко сорвался и буквально накричал на Пашиняна. Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю. Сядьте с Ильхамом Алиевым. Если надо, попросите президента России и примите решение. Не примите сегодня? Будет же хуже. Вы же сами это понимаете. Нам не нужен этот конфликт. Министерство иностранных дел Армении сочло тогда заявление Лукашенко сумбурными, необоснованными и не имеющими ничего общего с логикой переговоров. Резюмируем. Лукашенко регулярно требует от своих чиновников честности, возмущается практикой приписок и так далее. Но белорусские руководители отлично знают о том, чем может быть чревата неосторожная искренность с Лукашенко. На тебя могут как минимум прилюдно накричать или оскорбить, или отправить в отставку. Редактор субтитров А.Семкин